В дореволюционные годы по слесарному переволку 14 размещалась студенческая амбулаторка. Здесь на общественных началах оказывали посильную помощь студентам из бедных семей. Начало 20-х годов. Тяжелые годы разрухи, голода, эпидемии. В феврале 22-го года для охраны здоровья студентов и преподавателей создается первая в стране студенческая больница. Когда я пришел в это учреждение, не было средств, не было бюджета. Средства собирались, немножко давал горздрав или губздрав. Сегодня в кабинете главврача 20-й городской студенческой больницы беседуют двое главных, представляющих два временных полюса 60-летней истории больницы. Петр Ильич Долгин был избран главврачом в 24-м году. Ныне больницу возглавляет Майя Григорьевна Фомина. Не думал, пока кто-то к нам пришел, сказал о своей болезни. Но мы пытаемся все-таки вот такие вот вопросы решать. Раннее, раннего выявления, взятие на диспансерный учет и профилактику. С первых диетов советского правительства, с первых шагов практической деятельности наркомата здравоохранения, профилактике отводится особая роль. Уточним, что при социализме профилактика направлена не только на охрану здоровья и предупреждение болезней, но и на гармоническое развитие человека и охватывает самые разные стороны нашей жизни. Вот почему в круг забот и интересов студенческой больницы включены и вопросы обеспечения студентов благоустроенными общежитиями, и организация диетического питания, медицинский контроль занимающихся на спортивных кафедрах, деятельность санаториев-профилакториев и спортивно-оздоровительных лагерей. В больнице доверена забота о здоровье 80 тысяч студентов и преподавателей. 60% из них ежегодно проходят профилактические комплексные медицинские осмотры. Итог этой огромной работы — раннее выявление скрытых и хронических заболеваний, возможность их своевременного и эффективного лечения. Субтитры создавал DimaTorzok Через эти кабинеты обязательно проходят студенты-спортсмены, стройотрядовцы, так называемые люди с фактором риска, определенные категории больных. Пневмотохометрия, энцефалография, велоэргометрия и функции внешнего дыхания — эти и другие жизненно важные параметры — обследуются специалистами отделения функциональной диагностики. Традиционные анализы, необходимые практически каждому посетителю лечебного учреждения, известны всем. Но немногие знают, что лаборатория больницы проводит анализы по 89 методикам, позволяющим всесторонне и качественно обследовать больных поликлиники и стационара. С 1978 года работает отделение реабилитации. Четыре года срок небольшой, но уже сейчас видна эффективность восстановительного лечения. Здесь важнейший показатель — неуклонное снижение заболеваемости студентов с временной утратой трудоспособности, сокращение сроков стационарного лечения. На заседании комиссии по реабилитации окончательно определяется характер лечения, назначение тех или иных процедур. Выбор здесь достаточно велик. Ограничимся лишь беглым перечислением основных средств. Улочей и ингаляторий, душевые и подводный массаж, светолечение и психотерапия, лечебная физкультура и сауна. КОНЕЦ Женская консультация поликлиники обеспечивает качественное наблюдение и обследование свыше двух тысяч беременных ежегодно. Важным фактором, определяющим настоящее и будущее больницы, является постоянное ее сотрудничество с научно-исследовательскими институтами города Харькова. Проведение совместных научно-исследовательских работ. В последние годы особое внимание было направлено на совершенствование организации труда. Кабинеты теперь связаны с диктофонно-машинописным центром. Затраты рабочего времени врача на письменные работы сократились в два-два с половиной раза. Подразделения стационара, поликлиники, административно-хозяйственных служб связаны друг с другом через центральный диспетчерский пункт. Оперативное проведение необходимых консультаций, выдача и контроль заданий, эффективное использование материальных ресурсов и возможности персонала итог внедрения этой системы. Всесторонне используются возможности радиофикации больницы. По радио ведется санитарная пропаганда, передается оперативная информация. Введение системы мнемоники позволяет посетителям больницы легко ориентироваться, быстро отыскивать нужный кабинет или подразделение. Неузнаваемо изменился облик больницы за годы ее развития. Несомненно, он будет изменяться и дальше. Но навсегда останется неизменной основная задача. Благородная и гуманная задача всей нашей медицины. Сделать все возможное для здоровья и счастья людей.